Что такое ответственное родительство? Какой должна быть счастливая семья? С какими трудностями она может столкнуться? Ответы на эти и другие вопросы искали участники круглого стола, прошедшего в культурно-просветительском центре «Покровский луч» в Покровской епархии. К диалогу были приглашены студенты ангельских вузов и колледжей, врачи перинатального центра, многодетные семьи. Конечно, наверное, все познается в практике. Теория, она остается теорией. Но какие-то полезные советы для себя, я думаю, каждый молодой человек примет к сведению и унесет с собой. В рамках проекта была закуплена книга один раз на всю жизнь. Эта книга раскрывает, наверное, те традиционные ценности, основы, на которых строится полноценное семейное счастье. Здесь каждый может найти ответы на такие вопросы. Возможен ли брак по любви? Первая любовь? Как вступать в брак? По каким критериям все-таки выбирать себе будущего супруга или будущую супругу? Сегодняшняя наша молодежь должна знать о том, что такое семья, какую ответственность несет юноша, какую ответственность несет девушка для того, чтобы создать семью. Какие у них должны быть отношения, какое должно быть их нравственное развитие. Что семья – это главное, что есть в жизни человека. Что семья – это опор, семья – это оплот. Семья – это всегда ответственность. Молодые люди смогли высказаться, что для них значит быть ответственным и когда человек может считаться взрослым. Ответственность своих младших, братьев и стёр, если родители вынуждены постоянно работать. Или, например, приведём взрослого человека, которому 40 лет, и он никак не может решиться, жениться. И не может взять на себя эту ответственность. И тогда мы уже понимаем, и сам ответ очевиден, что 15 лет человек более зрелый именно духовно, нежели которому 40. Поэтому, я думаю, ответственность невозможна без зрелости. Особое внимание собравшись уделили проблеме гражданских браков. Действительно ли это проблема? В чём именно опасность внебрачного сожительства? Мы живём с вами в эпоху подмены понятий. Много таких знаем лживых неологизмов, как, например, преждевременное прерывание беременности. Так мы называем внутриутробное убийство матери своего ребёнка. Знаем такое словосочетание «гражданский брак». Так современные люди, к сожалению, иногда сами не понимая глубины этого греха, называют грех блудного сожительства. Когда у людей нету ни ответственности друг перед другом, ни перед обществом. Ну и, конечно же, счастья настоящего тоже нет. Но, тем не менее, люди готовы на это идти, чтобы иметь некий такой суррогат полноты жизни, полноты бытия. Практика показывает, что и брак, который после этого зарегистрирован в ЗАГСе, не бывает крепким, потому что модель сохранения семьи, модель поведения, при которой семейные ценности являются главными, не сложилась, не сформировалась. Организаторами встречи выступили Покровская епархия, Совет женщин Энгельского района и областной центр медицинской профилактики. Субтитры создавал DimaTorzok